всем привет на моем канале сегодня такой нестандартный ролик никогда не показывал распаковок ну скорее это даже будет не распаковка просто проверка что пришло в посылке за 600 с лишним долларов и так я отважился сделать покупку это joy vkb компания vkb полной комплектации с удлинителем руса для установки в кокпит и там напольная конструкция так далее то есть цена вопроса было уже не сильно существенно короткий или длинный джой там по-моему около 60 долларов разница я взял полный комплект в надежде что может быть когда-нибудь дойдут руки поставить напольный вариантом и так далее так в дороге посылка была 23 или 24 дня пришло уведомление с почты и м.с. что на моем и пришла посылка задержана таможней для меня это не было сюрпризом потому что посылка достаточно дорогая по новым правилам у нас в украине мы платим таможенный сбор с посылок с той суммы которая больше ста евро вот эта коробка стоила 500 долларов соответственно с 400 с лишним доме около 400 долларов с этой суммы была насчитана таможенный сбор на почте меня сразу обрадовались квитанциями я сбегал в кассу заплатил 120 гривен это их внутренний какой-то там услуги самой почты и москве и весь почти 2 700 это таможенный сбор за посылку того этот девайс помимо его цены на сайте ссылка будет в описании скриншот сейчас покажу сразу смело прибавляйте 100 баксов это будет ее цена так давайте посмотрим что приехала к нам и сразу же смотрим что адрес получателя совпадает что мне вручили мою посылку не чужую и начинаем где-то как-то с краю потихоньку или разрезать честно говоря это наверно моя самая дорогая посылка за мой многолетний опыт отоваривания на алиэкспрессе наверно моя самая дорогая посылка я дороже не покупал поэтому есть момент такой какого-то мандража я бы сказал так коробка такие vkb sim gunfighter flight control system полетная система управления наверное так переводится наверно вот вот коробочку заметьте это только рус здесь нету руда здесь нет педали ничего как бы есть коробка производителя второй в сингапуре запаковали для меня опять еще под коробочку что нас сразу встречает нас встречают две бумажки с какой-то краткой инструкцией сильно не обольщайтесь инструкция конфигуратору я ее смотрел честно говоря там ее за две минуты не освоишь мне кстати очень понравилась фраза гены пилота на его в его ролике в обзоре что купив девайс за 500 баксов и должны быть готовы к тому что его интерфейс будет не совсем дружественный программная часть именно и вам с ним таки придется познакомиться да это действительно очень грамотно сказано и я честно говоря поддерживаю его на все сто процентов так верху нас лежит широкая пластина основания это удлинитель руса это то что делает трус длиннее здесь в лажеменьке сама ручка вау ё-моё космос пипец здесь сама ручка здесь у нас сам самый самый главный блок это то что называется механика здесь у нас маленькая пластина основания это если делается на полный вариант кабель юсби куча пружин разные нагрузки и запасных кулачков еще кабелек для соединения центрального блока с выносным контроллером что контроллер у нас вот такой выносной кстати грамотное решение вот такой отдельно контроллер мы получается в механике внутри не имеем никакой электроники это очень здорово ну кроме датчиков на кмз 41 на марзах смотрим дальше в коробочке что у нас и все все начать все конфигураторы качается с сайта производителя пожалуйста заходите там отовариваетесь так ну хочу сразу огорчить тех кто нашел мой ролик никакого обзора электроники сейчас или механики не будет моя была задача убедиться что посылка пришла полной комплектации чтобы продавцу отписать свое спасибо закрыть закрыть покупку чтобы продавец получил деньги от сайта алиэкспресс если что мы можем просмотреть это уже супер я то что бомба да чтобы посылка была до конца за закрытой с электроникой будем знакомиться позже я думаю что сначала надо освоить конфигуратор а потом будем показывать дальнейшие обзоры и полеты так спасибо всем за внимание заходите на мой канал узнаете много интересного и полезного ссылка на джой будет в описании пожалуй все конечно производителю респект и уважения я круче девайса в руках не держал сюда новых встреч